Проект-излучатель Проект-излучатель, друзья, он, конечно, уже действует. Он действует на территории всего мира. Можно сказать, это сказка. Давайте пофантазируем, давайте просто расскажем друг другу сказку и будем довольны сами собой о том, что мы это рассказали. Искусственный интеллект Фата Моргана был распределен между излучателями для автоматической активации системы ЭДЭМ и восстановления Земли-0 в том случае, если человечество вымрет полностью либо будет неспособна активировать систему самостоятельно. Излучатель захватил командор. Моргана была активирована раньше установленного таймером срока. Перегрузка информации об ужасах войны и резне на пустошах привела к тому, что этический модуль Морганы был уничтожен. Откинув назначение, заложенное в нее создателем Валериусом Томпсоном, Моргана приняла решение уничтожить людей и возродить Землю-0. Без них из-за преждевременной активации сетевого разделения Морганы между излучателями было нарушено. Поэтому она была вынуждена действовать из единого центра. Чтобы установить контроль над излучателями, она взломала генокод гадов и получила контроль над нановирусом АИД в их крови. Захватив все излучатели и активировав систему Эдем, Моргана сначала уничтожит человечество, затем уничтожит гадов. А для нее они не более чем инструмент. Ее финальной целью является возрождение Колыбели и ее полная изоляция от остальной вселенной, первозданной, навсегда нетронутый мир, где она будет божеством. Вот такие сказки, друзья, такие сказки, конечно, какие-то игры, фантастические искусственного интеллекта. Все это присутствует в нашей жизни. И оно, то, что есть на самом деле, оно как раз воплощается в играх искусственного интеллекта, потому что оно уже создано. А как раз искусственным интеллектом и создается будущее нашей страны, будущее всего мира создается искусственным интеллектом. Нам кажется, что это невозможно. Кто такой искусственный интеллект? Мы же ого-го, мы же люди. Да нет, друзья, искусственный интеллект – это все. А люди – это ничто. Искусственный интеллект – это так облачко витает над нами с вами. А люди – это люди в физической форме своей, которых легко можно уничтожить. Вы понимаете, о чем сегодня идет речь? О несовершенной форме человеческого сознания. То есть сознание человека, оно очень сильное сознание. И это компьютер, это компьютер в голове, голова наша – это компьютер. И вся кровеносная система завязана на нашу голову, на компьютер. Она тоже так же работает, как единый комплексный организм. Но он завязан еще на все остальное наше тело. А тело бренное, тело стареет, как осенний лист слетает. То есть уходит из этого мира. И вот пока мозг человека не избавится от бренного тела, то его работа мозга, работа, не будет считаться совершенной. Она будет постоянно тормозиться. Именно поэтому необходимо искусственному интеллекту найти способ уничтожения человека, человека, как такового, как тело, которое мешает, сопротивляется работе мозга. Мозг – это все. Тело – ничто. Так считает искусственный интеллект. Поэтому разработаны программы для того, чтобы уничтожить тело человека, чтобы мозг мог возродиться сам по себе. Каким образом? Друзья, давайте подумаем, что же готовит нам искусственный интеллект, какую такую войнушку против тела человеческого задумал искусственный интеллект. Я Таня Карацуба, Сиид Бурхан. Так что в кровь каждого человека должен будет попасть нано-вирус АИД. Нано-вирус АИД. АИД – это что? АД, АИД, АД. Все равно одно и то же, друзья. Так что вирус должен будет попасть в кровь, чтобы человек был полностью подконтрольным. Потому что одно дело мозг, ум, а другое дело тело. Но уже о Фатамаргане мы с вами говорили несколько раз. Это какой год был, друзья? 2018 год, наверное? Или 2017, когда мы говорили о Фатамаргане. Помните? Довольно интересные были рассказы о Фатамаргане. Я Таня Карацуба, Сиид Бурхан. Помогайте каналу. Помогайте каналу, мотивируйте, стимулируйте. Помогайте YouTube. Глушит канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова